Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня вторник, 10 ноября, а рассматриваем мы сегодня валютную пару доллар США против канадского доллара и нефть марки Brent. В прошлом обзоре у нас появился сигнал на то, что снижение по нефти закончилось и назревал рост. К настоящему моменту мы получили реализацию этого сценария, цена на нефть выросла, сейчас судя по всему данный тренд имеет шанс на продолжение. Итак, давайте посмотрим подробнее. Пара с канадским долларом снизилась, как и предполагалось, успешно отработав ожидаемые цели. После небольшой локальной восходящей коррекции к сопротивлению на 1.3264 цена совершила отскок и начала стремительно снижаться одним импульсом, дойдя сначала до первой цели на 1.3314, а потом и до 1.3075. После чего движение продолжилось дальше вплоть до уровня 1.2926. Таким образом, предположения об исчерпании восходящего движения и смене приоритета на нисходящий тренд были подтверждены. С учетом этих фактов логично придерживаться прежнего сценария и дальше, предположив, что после некоторой локальной коррекции снижение скорее всего продолжится. Ну и вот на актуальном графике в соответствии с вышесказанным можно ожидать продолжение нисходящего тренда к новым локальным минимумам. Для этого паре необходимо закрепиться в нынешней области. Также не исключена попытка роста, пределы которого могут лежать в районе сопротивления на 1.3075. Ретест и отбой от этого уровня даст старт новому импульсу, который нацелится в область между 1.2883 и 1.2803. Отмена данного сценария состоится при продолжении роста и закреплении выше разворотного уровня на 1.3114. Ну и вот предположения о продолжении роста цены на нефть марки Brent получили свое подтверждение. Сценарий полностью реализован, целевые уровни достигнуты. С момента обзора цена попыталась скорректироваться, но не смогла достичь предельного уровня на 1.3816, поскольку была остановлена на уровне 1.3900. После некоторой консолидации котировки начали стремительно расти, достигнув сначала первую цель на 1.4212 и пройдя дальше до 1.4299. На данный момент Brent консолидируется под уровнем 1.4299, который вероятно пока выступает краткосрочным сопротивлением, что может привести к локальной коррекции. Однако восходящее движение судя по всему себя еще не исчерпало и следует ожидать продолжения тренда. Что касается дальнейшего прогноза, на актуальном графике в случае развития локальной нисходящей коррекции основную поддержку цена может получить в диапазоне от 1.4121 до предельного уровня поддержки на 1.4034. Заход и последующий отскок из этой области дашь шанс покупателям сформировать очередной восходящий импульс, который нацелится на новые локальные максимумы в области между 1.4429 и 1.4509. Отмена текущего сценария состоится в случае снижения и закрепления ниже разворотного уровня на 39.00. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой узор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok